Украина Готовы ордена снять, сбросить. Ну и, конечно, отношение такое, что надо помочь немножко ветеранам, хотя бы увеличить немножко пенсию. Можно сейчас в таком со всеми орденами Великой Отечественной идти по улице? Не могу, не имею права, якобы. Эти бендеры сразу нас били, а теперь они во власти. Мне обидно и досадно. За что я воевала, за что кровь проливала? Формально ордена и медали не запрещены, но могут быть неприятности. Те люди, которые творят безобразие, они законов не читают. Уже известно, Киев официально отказался от проведения военного парада 9 мая. Для ветеранов сегодня праздник устроили в российском культурном центре. Пригласили граждан обеих стран. Как и раньше, легендарные строки звучат в их честь. Песня победы в исполнении детского хора, приехавшего из Ровно. Для педагогов это мужественный поступок. Ведь на Западной Украине к подвигу советских солдат вполне определенное отношение. Ветеранам вручают юбилейные медали к 70-летию победы. Частичка великого праздника. И аплодисменты для победителей. АПЛОДИСМЕНТЫ Константин Иванович Старостенков дошел до Берлина. Для него, как и для тысяч других фронтовиков на Украине, настоящей трагедией стали события на Юго-Востоке. Я был в это время в Берлине. И 2 мая объявляли, что фашистская Германия разгромлена. И мы думали, что больше войны не будет. К сожалению, пока еще на Украине не все спокойно. Вот это единственное, не только ветераны, но и народ Украины не хочет этой войны и не желает. Продолжение следует...